друзья всем привет вы находитесь на канале яковлев life многие из вас уже поняли о том что на youtube отключили монетизацию и как правило соответственно блогеры сейчас ничего в принципе не зарабатывают на youtube но мы не будем прекращать свою деятельность заниматься то чем мы занимаемся на сегодняшний день это авто хам и просрочка в магазинах всякие разные там поездки по мошенникам да с каналом mpc с которым мы тут сотрудничаем в городе санкт-петербурге мы будем все равно продолжать заниматься тот чем занимались вот а вас я хочу попросить о том чтобы вы подписались на мой telegram канал ссылочка будет в описании под этим видео и также хочу попросить о том чтобы вы подписались на мою группу вконтакте тоже ссылочка будет в описании под этим видео для того чтобы мы не потерялись и чтобы у нас была обратная связь подписывайтесь на меня в соцсетях telegram группа вконтакте подписывайтесь будем держать обратную связь досмотрите пожалуйста этот видеоролик до самого конца всем удачи всем пока нет все возврата не будем подавать исковое заявление в суд но будем судиться у нас есть вы проиграете слушай это в будущее время так вот детских мужик купили вот 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 Кошкинг В общем, самая партия, скорее всего, у девочек и детских. Не появится. Тоже просрочено. Субтитры добавил DimaTorzok По-хорошему не получится уже. Вот это, по-хорошему, вот это, вот это вот, все, что сейчас у меня находится в корзинке, вот это по-хорошему. Вы издеваетесь? Я не про это имею в виду сейчас. Молодой человек. То, что сейчас у меня в тележке находится, вы считаете это решить по-хорошему? Понимаете, пожалуйста. Ваша просьба отклинена. Субтитры добавил DimaTorzok Как вы считаете, это нормально, когда лежит ножик в общей доступности? А если ребенок возьмет? Бэйджик остался. Ну, тогда идите за бэйджиком, соответственно. Принесите бэйджик, чтобы я мог вас опознать, что вы директор магазина. Тогда вы для меня сейчас просто гражданин. Но вы для меня тоже просто гражданин. Все, идите. Вы свободны можете быть. А я буду беседовать, соответственно, с капитаном полиции. Оставьте товар. Какой товар? Это мой товар. Это просроченный товар. Это мой товар, который там тоже лежит. Мой. Хорошо. Вы тоже можете быть свободны. Да вы тоже можете быть свободны. Не ты, а вы. Вы, я и говорю, можете быть свободны. Вот и все. Можете быть свободны. Я буду с капитаном разговаривать. Разговаривать. Будем оформлять или мы будем жалобу оставлять за бездействие? Вы уже жалобу собрали? Конечно. Если будете бездействовать, я буду оставлять жалобу. Что я больше должен сделать? Я приятного собрала. Будем описывать товар, который просрочно реализуется в магазине. По 238-й, конечно. Давайте так определимся. Какой товар вам продали? Детское питание. Какое? Доставайте. Вот это. Вот это. Детское питание мне было продано. Я понял. Сюда в карте его тогда. И чек, и номер. Я сфотографирую все это. Будете это сейчас описывать, принимать заявление. Я, естественно, это все опишу. А так вы хотите. Заявление будете писать вы сами. Вкусно. Вкусно. А вы не можете писать? Нет, у меня рука занята. А чем она занята? Если вы не видите, чем она у меня занята. Думаю, бить буду, чтобы телефон не отбежал. Что вы? Я не вам говорю. Не вам. А почему можете быть свободны? В смысле свободны? Прямо. А кто вы такой, чтобы мне указывать свободны? Я покупатель. А я должен основной лицо. Вы сейчас не должны основной лицо. Ну где у вас выйдет? Ну и что? Нет у меня. Что значит, ну и что? Дальше-то что? Ну и все. Обычный гражданин может быть свободен. Как вы меня можете посылать куда-то свободно? Это невежливо. Обычный гражданин может быть свободен. Вам придется вырезать это со своего ютуб ролика. Сраного. Придется? Да. Потому что как вы меня посылаете? А куда я вас посылаю? Ну я не знаю. Можете быть свободны. Вот я здесь поставил, потому что я на работе. Как я могу понять, что вы являетесь сотрудником данного общения? Я здесь сотрудником полиции, что вы мне советы даете. Нет, зачем ваши советы? Сейчас я могу понять, что вы директор магазина. Я очень рад. Я тоже вас очень рад. Ваши эмоции нам все равно, понимаете? Можете вы понять, не можете. Вы для нас мелкий вымогатель. Я? А это лже свидетельствование. Вы в уголовном кодексе, по-моему, вообще ничего не знаете. Ну вы тоже по ходу дела не шарите. Я шарю еще как. Ага. Да. Что кроме уголовной, еще уголовно-процессуальный кодексе, который регламентирует все эти действия. Да? Так хочется ответить. Два. Ну, так вы уже ответили. Все, распространение персональных данных, мы их тоже являемся в... Но я должен писать что-то в объяснении? Или что? Или давайте... Я хочу, чтобы данные люди сейчас видели мои документы. Хорошо, пойдемте в машину, сядем там, будем писать. У меня здесь товар, который они сейчас могут унести. Который нужно вскрыть. Вот этот товар. Вот в этот товар. Смотрите. Вот в этот товар вы купили. Вот он ваш. Вот он. Мы от него и будем выявили. Это тоже пока мой. Хорошо. Выявили это уже. Пишите заявление, что вы выявили здесь. Это будете вы делать. Писать. Попробуйте вы делать. Писать. Что? Что? Я у вас буду сейчас возьму заявление и объяснение о том, что вы сегодня приобрели вот этот товар, который с истекшим сроком годности. Вот чек на него. Вы что, вот это все приобрели? Вы это не приобрели еще. Давайте все-таки остановимся на том, что вы приобрели. Вы вообще грамотный сотрудник? Я грамотный. Нет? Да. А у нас есть регламентирующие процессы по утилизации. Что мы сделаем? Вы под камеру все. Утилизировать. Какую камеру? Я как потребитель имею право. Не имеете. Вы приехали сюда с целью такой. С целью прийти в магазин. Совершенно такой. Конечно. Давайте селфи сделаем. Вы для инстаграма снимаете? Да нет. Можем селфи сделать. Детского питания. Она относится к детскому питанию. Чего вы, кстати, без маски? Без маски. Она закончилась. Что? Она закончилась. Кто? Маска закончилась? Не, маски, да, сзади, сходи, 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 сходи. Конечно. Маска закончилась. Вот это ответ. Просто потрясающий ответ. А человек будете снимать? Да, я его сфотографирую, но в общем-то не знаю. С товаром что вы будете делать? С этим ничего. Не, не то, что приобретено. Ну, просите по наш товар. Хотите, выбросите его. Отписи? Вообще-то это должно описываться. Да, я его отпущу. Это должно быть либо, соответственно, изъято по закону. Либо оставится, соответственно, в магазине на ответственное охранение до приезда Роспотребнадзора. Я вам сейчас объясняю. Вы все сняли на видео. Все верно? Вы сейчас, соответственно, вся эта машина напишет мне заявление. Вы будете принимать у меня устное заявление. Я имею право это по закону. Да, не вопрос. Хорошо. Обратитесь к нам в заявление. Давайте так, что у вас вообще это... Да я уже обратился с вами к вам в заявление. Не беспокоил. Значит, дальше. Вот эта вот вещь. Хотите? Мое язык. Только весь вопрос, куда я ее делаю? Вот что я буду делать? Это уже, поймите, это не мои проблемы. Куда вы делаете? То есть вам главное создать работу. Мне главное, чтобы это перешло в Роспотребнадзор. Обязательно. Тогда мы сделаем так. Мы тогда оставим это все именно с охранного распотребнадзора. Если они подпишутся на то, что оно остается на сохранность... А вот это, я извините... А вот это должно утилизироваться. Это уж не комфортно. Это утилизировано будет. Куда же делать? Сейчас. Вот это вот, вы знаете, что-то... Это от этого тоже можно отравиться. Вечера, от этого тоже можно отравиться. Знаете, что от этого можно тоже отравиться? Самое покое. Знаете, что такое сальмонелла? Да. Да? Вы снимаете и спрашиваете, что вы боятся... Раз продаете. Нет, вы что, для себя стараетесь? Что вы снимаете? Вопросы не дают. Знаешь, что? Не резервусь сегодня, конечно. Я должен убедиться в этом. Как потребитель, я должен об этом убедиться. О том, что оно больше не попадет на прилавок. Ну, это внутриведовственный процесс. Если вы не участник, вы не короткий. То есть, это происходит уже на помещении. Я подождал, вы пропекали, все, вынесли мне документы. Вам туда вход... Это пятиминутное дело. Можете в улице посмотреть? Мы там или что, в улице, в улице посмотрим, там будет все заливаться. В какой улице? В какой улице? Вот стой. А почему не в магазине при мне это не сделает? Ну, как приват. Ну, вот так обычно. Служебное помещение происходит. Вам туда доступ просто запрещен. Я не спорю, что у меня туда доступ запрещен, что у меня нет санитарной книжки, я не могу туда зайти. Показать вам какой-то акт о том, что это утилизировано? Конечно. Но у нас есть программа специальная, электронная, там в нее и проходит... Есть такая штучка, которая носится по магазину. Пропикали, распечатали о том, что оно будет списано. Все. О, в чем проблема-то? Это снимается и проходит по нашей программе. Там она утилизирована. Так это программа в компьютере? Конечно, конечно. Так можно это пропикать? Так это можно пропикать, соответственно, и распечатать. Я не долго буду. Акт о списании когда можете мне сделать? Акт о списании когда можете сделать? Сейчас. А? Сейчас. Но если вы дадите нормально утилизировать товар. Да. Мне нужно подтверждение о том, что оно больше не попадет на прилавок. Ну, то есть, например, акт либо утилизация при мне. Вскрыть, вскрыть, соответственно, и все. Ну, нет, смотри, раздавать мы ничего не можем. Мы ничего не можем. Принести показать. Но если бы парень был бы лояльный, да, ну, то есть, бился, нормально. Конечно, при нем нужно утилизировать. Молодому человеку надо другое совершенно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!